Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Camry 2007 года выпуска Двигатель 2.4, бензин Автомат, передний привод Пробег на автомобиле 199 тысяч километров Заменю на нем сайленблоки Нижние сайленблоки в задней цапфе Сайленблоки продольных рычагов Стало немножко гулять при торможении Человек говорит, похлапывает сзади В принципе, посмотрели, подвеска вся живая Только выбиты эти сайленблоки Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса И откручиваем продольную тягу Вот поднял автомобиль, снял колеса И вот эти сайленблоки нужно заменить Если посмотреть Здесь вон видно Набито Он гуляет с двух сторон И один, и второй Откручиваю болт И опускаю немножко Тягу Спереди даже откручивать не буду И сильно опускать ее не буду Болт на 17 И гайка тоже на 17 Гайку придерживаем Крутим болт А得 м corre Болт на 17 Гайку Гайку иEvery cá свечить . болт немножко почищу и смажу но соленблок соленблок его можно просто выбить его можно просто выдавить он здесь сидит без наружной втулки а новый мы уже затянем пружиной внешне соленблок смотрится целым и такое впечатление что его меняли меняли и обрезали вот такие ушки с одной стороны есть а с другой стороны и снизу и сверху они как отгрызаны и стоял он неправильно соленблок он должен вот так вот стоять ушками вот эти места должны работать он стоял вот так вот поэтому он и гулял он сам не убитый но установили неправильно беру новый соленблок соленблок фирмы rb номер 48 725 2380 вот он соленблок с такими же ушками ушки мы обрезать не будем мы сейчас его просто протянем и все но при этом установить его установим правильно должен стоять он если взять параллельно рычага вот так вот как рычаг у нас стоит ушки должны по рычагу быть на второй стороне посмотрел точно также стоит вот так с ушками вниз возьму щетку по металлу маленько почищу его беру силиконовую смазку беру соленблок одевая на шпильку и тоже его весь обильно смазываю теперь беру оправку по размеру заложу соленблок ну из ключами протягиваю его если посмотреть отсюда это будет выглядеть так то есть вот дотянул а теперь ослабляю и снимаю а 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 вот они наши ушки берем отверточку аккуратно поддеваем и вытаскиваем их наружу одно и второе ушко направляющие у нас параллельно рычага а осаживаю немножко назад выровнял смазываю болт вставляю и перекручиваю гайку этот цилинд-блок он подвижной его можно затянуть и в вывешенном положении там он потом станет как ему надо все все аналогичным образом меняю со второй стороны и со с с со второй стороны я тоже заменил поставил его также параллельно рычага и на этом все замена саленд-блоков задней цапфы я закончил всего вам доброго Продолжение следует...